Приветствую вас, и поскольку у вас наблюдается определенная проблема в мотивационной сфере, то здесь необходимо рассматривать проблему с стороны, когда у вас все было относительно в порядке, и отравнивать с тем, что есть сейчас. Поскольку вы пишете, что вы недавно защитили кандидатскую диссертацию, то полагаю, что, по крайней мере, так вытекают из вашего тисьма, что до этого у вас было сильнейшее напряжение, сильнейшая гонка. Говоря гонка, я имею ввиду очень много хлопот, забот, нервных переживаний и прочего. В итоге, когда все кончилось, когда закончились ваши хлопоты, вы почувствовали опустошение, потому что у вас были задействованы все ресурсы, задействованы абсолютно все энергетические ваши резервы, для того, чтобы защитить кандидатскую диссертацию. И когда мы это сделали, начался спад, потому что организму и на физическом, и на психологическом уровне требуется отдых, требуется передычка. И во многом это же, вот эта дочка зрения, показывает, почему вы поздравления с защитой воспринимаете как неискренность, как лицемерие. Потому что ни одни поздравления не покрывают ваших затрат, не покрывают ваших сил, которые были направлены на то, чтобы этого достичь. И вам кажется, что поздравления слишком скупы. Вам кажется, что люди раббятся за вас недостаточно сильно, как могли бы. Здесь правильным решением ситуации является отдых. Является отдых, возможно, какое-то время покой. Потому что, вы знаете, думается мне, что человек, который защитил кандидатскую диссертацию, ну, мягко говоря, проблем с мотивацией не имеет. Но вот, что действительно изменилось, так это то, что на момент, на период защиты, ваша жизнь претерпела изменения. Она стала, знаете как, слишком активной. Она ускорилась. Она приняла определенный оборот. А сейчас ты возвращаешься в привычную бытовую руку. И именно это бытовое выслу вызывает у вас апатия. Потому что вы-то только что добились очень большого успеха, а вас наберут и опять окунают в быт. Все дело в том, что сознание на момент, когда вы защищали диссертацию, оно расширилось, оно адаптировалось под вот эту вот ситуацию, а сейчас оно вновь сужается. Но поскольку вы защитились и вернулись, образно говоря, в привычное русло, то сознание, естественно, не успело за изменившимися условиями, за изменившимися обстоятельствами, за изменившимися обстоятельствами, оно еще только проходит процесс адаптации. И здесь необходимо не волноваться, не переживать, а стараться, по большому счету, просто наслаждаться покоем, успехом и так далее. Через какое-то время вы заметили, что свои ресурсы вы регенерируете, восстановите, и у вас появятся силы на то, чтобы заниматься прежней деятельностью. Но не нужно стремиться вернуться именно во всем к раннему ритму, к прежнему ритму. Жизнь постоянно меняется, в ней меняется человек. И если вы вернетесь к прежнему ритму, то это будет уже все равно не так, это будет уже по-другому, по-новому. И вам желательно быть готовой, вам желательно ожидать этого, понимать, что какие-то моменты будет по-другому восприниматься с вами, какие-то моменты будет иначе вами осуществляться, и это безусловно окажет влияние на ваше деятельность. Далее, далее я хочу сказать так, что у вас здесь написано, несмотря на то, что видимого повода нет, вы ощущаете тоску. Сама по себе тоска у вас появиться не могла никак. Причину тоски вы, естественно, не раскрываете. Здесь не говорится с какого момента вы начали ее ощущать, но тем не менее думаю, что это было связано все-таки с вашим перенапряжением, и тогда для вас справедливо все то, что вы говорите. Вот это я сказал. если же проблемы с мотивацией начались немножечко раньше, то тогда нужно более подробно проработать обстоятельства, с которыми у вас это началось. и для себя определить, что именно у вас вызывают проблемы, какие действия вызывают проблемы при их осуществлении. Потому что проблема мотивации вообще связана с потерей смысла, того, что мы делаем. И восстановить мотивацию можно только путем переосмысления значения того, что мы делаем. Допустим, у нас был один определенный круг интереса, круг досуга. и после какого-либо значимого события, в вашем случае это защита кандидатской, вы понимаете, что какие-то вещи вас уже не трогают. Вы ими занимаетесь по инерции, потому что вы занимались ими ранее. И они вызывают, могут вызывать у вас апатию. соответственно, такие элементы в вашей жизни необходимо исключить. Исключить и убрать, потому что Джерк не может всю жизнь заниматься одним и темным. В зависимости от его роста, его развития, его прогресса, меняется то, чем он хочет заниматься. И у вас произошло вероятно именно то самое. Вы изменились, вы выросли, а окружающий вас круг возможных действий остался темным. Вам необходимо его сменить. Вам необходимо понять, что для вас сейчас важно. И безусловно, вы умом ответили, что важно. А вот мотивации аж шерпан она не будет. И тогда необходимо целенаправленно искать. Искать эту самую мотивационную подоплеку тому, что вы делаете. Искать ее заново. Придавать заново смыслы. Новые смыслы тому, что вы делаете. тем действиям, которые вы осуществляете. Только расширением мотивационной сферы можно решить проблему отсутствия достаточного количества мотивов для осуществления той или иной деятельности. Пожалуй, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарен.